Начать мы должны, к сожалению, с тревожной, ужасной, я бы сказал, темы, с теракта, который произошел вот только что, несколько минут назад, полчаса, наверное, назад в Барселоне. Уже подтверждено 13, по-моему, погибших. Да, и 25 летит пострадали. Там нет очных сведений. Наше соболезнование всем. Я представляю, в каком ужасе сейчас находятся десятки тысяч семей по всей России, которые не могут дозвониться для своих родственников, родных и близких, которые находятся в Барселоне. Это одно из самых популярных туристических направлений. Да, 35 миллионов приехал турист в Барселону, но не только российские, но и всего мира. Но из России это в любом случае миллионы в год, сотни тысяч сейчас и десятки тысяч, которые находятся в Барселоне прямо сейчас. Это самое популярное место, куда ездят российские туристы. После того, как закрыли Египет с Турцией, турпоток ослаб, все, конечно, поехали в Испанию. И это ужасная, действительно, ситуация. И особенностью ее является то, что мне кажется, что окончательно закрепился новый способ проведения терактов. Очень дешевый, очень простой, очень доступный для всех. Это просто автомобиль. И если раньше все-таки спецслужбы, они боролись с террористическими группами, отлавливая их на попытках закупить какие-то компоненты к взрывчатым веществам и всякие другие подобные вещи, собаки ходят, ищут взрывчатку, то автомобиль, что можно сделать с автомобилем? Он его пошел, взял в аренду за 100 евро. Все так, но там еще и стрельба была неподалеку от места теракта, и заложники из турецкого кафе. Сейчас, я так понимаю, люди, совершившие теракт, они забаррикадировались. Какие последние новости? Это то, что я вижу в последнем. Последние новости. Собственно, в 2018 они были выпущены. Погибло как минимум 13 человек, ранено 32. Очевидцы сообщили о стрельбе неподалеку от места теракта. Водитель грузовика взял заложника в турецком кафе. Есть ли у него сообщники, неизвестно. Да, но тем не менее, основное количество погибших, я так понимаю, они даже не от стрельбы, а именно от использования автомобиля, обычного минивена, который есть везде, который легко взять в аренду. Я в Барселоне оказался первый раз в жизни, вот недавно, когда я ездил на операцию. И я вот помню, когда я подошел к этой улице, я ее даже обошел бы параллельно, потому что я подумал, что не пойду туда, там действительно, как в постоянном переполненном автобусе. И в этом смысле, конечно, любой большой город сейчас становится уязвимым для этих терактов нового типа. Это большой вызов и для спецслужб, и для всего общества, потому что контролировать это крайне сложно, почти невозможно. Такой теракт может совершить одиночка, ему не нужны никакие сложные приготовления, и он может это сделать под влиянием каких-то спонтанных факторов. Надеемся, с вашими родными и близкими все хорошо, и вы в ближайшее время до них, те, у кого есть кто-то в Барселоне, сможете до них дозвониться.